Музыка Музыка Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного. Музыка 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 И очень много уже передач, в разных передачах вы появлялись, и музыкальное сопровождение. И видно, что действительно у вас активная деятельность. А клипы вы снимаете где? В основном в Краснодаре. Вот этот клип с детьми, где он был? Вот этот клип с детками снят в Краснодаре. В Краснодаре. Это краснодарские дети? Это детки, которые ходят в школу зерноверы. В Краснодаре у нас есть такая школа, где православные семьи, даже семьями туда ходят. То есть в каждом клипе есть за этим реальные люди и реальные события. Все настоящее. Все настоящее. Все настоящее. Ничего не скомпобовано. Без ботопоя. Ну это хорошо, когда живая жизнь стоит за художественными произведениями. Вообще интересная история получилась с Иисусовой молитвой. Просто вот как мы ранее вам рассказывали о том, что Архангел Михаил, Архангела Михаила храм. Пришли мы просто на литургию утром. Все, все как обычно. И тут детишки начали петь Иисусову молитву на запричастном стихе. Вот. Поэтому мы услышали и поняли, что нам нужно что-то попробовать. Ну сможем, попробуем сделать. Да, если уж дети могут там попробовать именно с детьми. Да, с детьми. Мы пригласили детей на студию, провели небольшую работу, нужно было их записать. В общем, знаете, ощущение сложилось, когда послушали материал, что это обязательно нужно запечатлеть. Так, студия. Слово студия прозвучало. А у вас и студия в Краснодаре? Не своя. В Краснодаре много студий, но студии группа Ларго еще не случилось. Что, покупать звуковую карту? Ну, нужно помещение, много нюансов. У нас даже нет репетиционного зала достойного. Мы же говорили с вами в первой передаче про искушения. Мы тогда не будем говорить больше про них. Хорошо, Вальчика? У меня порта студии, я на ней тренируюсь. Вам больше повезло, чем нам. Хотя у нас есть друзья, у нас есть студии, в которые нас всегда рады видеть. Мы приходим, записываем. Вот в конечном итоге получился неплохо, на наш взгляд, и мы решили снять видеоклип. А видео кто вам снимает? Наши друзья-операторы. Наша группа, наши друзья. Им тоже, наверное, благодарность надо. Всем нужна благодарность, и словесная, и материальная, конечно же. Так что все делаем. Те, кто снимал, тому благодарность, потому что они участвуют в таком благом деле. Спасибо большое. Они молодцы, ребята. Ребята большие молодцы. Продвигают своих земляков. Да, а вот это именно служба детская, это была литургия для деток. Там батюшка выходил, рассказывал про облачение, рассказывал про скомедию. Все детально. И мы подсняли, сделали вот этот клип, вот это видео на Иисусову молитву, как раз когда была детская литургия. Хорошо. Так, а кроме этого сейчас, что у вас такое, чем вы поглощены, чем вы сейчас занимаетесь? Ну вот вы говорили, что произошло за два года, пока мы не виделись. Мы хотим сейчас вам презентовать два новых диска группы Ларга, которые мы выпустили в этот период. Один, Великопостный, Душа моя восстание. Здесь песнопение Великого Поста и Страстной Седмицы. И второй, Благодарю тебя, мой Вседержитель. Название диска взятое из песни, заглавной песней этого диска, которую написал митрополит Ханты-Мансийский, Сургутский Павел. И по его благословению выпущены как и первый диск, слава Богу за все, так и эти два. И надеемся, что с Божьей помощью, с благословения Владыки, еще у нас будет много-много работ, много дисков, которые будем радовать. Спасибо. И Владыке спасибо, что он поддерживает вас. Вот хорошо бы все Владыки, по его примеру бы, взяли бы на себя... Группу Ларга? По группе. По группе, да. И у нас, представляете, как бы выявили самых лучших, вот каких-то... Но мы не самые, мы и рядом не самые лучшие, мы так не считаем. Но все равно отношения должны быть такие, для него, может быть, любимые, лучшие. Он что-то в нас увидел, что-то почувствовал, и вот, слава Богу. Да, вот в этом диске Владыка Павел поет песню. Да, самое главное. То есть мы вместе, благодарю тебя, мой содержитель, Владыка поет, и «Исповедь души» тоже эту песню запевает. Вот, кстати, у нас такая история получилась интересная. Мы, когда встречали Владыку в аэропорту, у него очень такой напряженный график, но все-таки мы смогли встретить его. Исперил много лет от аэропорта. Обязательно. И привезли на студию, как раз была возможность для записи этой песни. Потом вот отправлялись дальше, и проезжая мимо поля, поля пшеничного, Владыка вышел, потрогал эти колоски и сочинил новую песню. Вот буквально, просто вот это случилось молниеносно. Сразу стихи пришли ему в голову. Ну, то есть очень такой вот человек творческий. Он потрогал колоски и говорит, как у меня на Украине. Он же сам родом из Украины. И он детство все там провел. И, конечно же, душа сколыхнулась, что-то почувствовала. Вот сердце дрогнуло, и Владыка написал новую песню. А эта песня, она есть? Нет, ее здесь нет, но это, возможно, будет следующий диск, когда нужно собирать материал. А вы можете сейчас какую-то песню Владыке спеть? Как раз таки мы хотим сегодня здесь, в вашей передаче, сделать премьеру песни. Она еще нигде раньше не звучала. Премьера песни, слова и музыка митрополита Ханты-Мансийского и Саргутского Павла. «Родная моя сторона». Родная моя сторона Как же ты тяжело перевалела Опустевшие дома поклонились, А живущие из них к небожителям переселились. А живущие из них к небожителям переселились. Родная моя сторона Как же ты изменилась, Родная моя сторона Как же так все случилось. Опустевшие дома поклонились, А живущие из них к небожителям переселились. А живущие из них к небожителям переселились. Разлетелись. Разлетелись твои сыновья Родная моя сторона По лицу всего света Родная моя сторона Родная моя сторона Как же ты допустила все это. Опустевшие дома поклонились, А живущие из них к небожителям переселились. Родная моя сторона Родная моя сторона Как же ты уселела. Родная моя сторона Родная моя сторона Чудо Божье все это Опустевшие дома поклонились, А живущие из них к небожителям переселились. А живущие из них к небожителям переселились. К небожителям переселились. В поэтических образах это передать, что у него душа болит за Россию, за народ, за православие. В общем, все такое человеческое и достойное. Ну и в вашем исполнении, мне кажется, что... Ну мы надеемся, что не испортили Владыкиного замысла и как-то сделали песню. Да, у вас, по-моему, тендем у вас хороший получился. Дай Бог, чтобы это все развивалось. Спасибо, спасибо, спасибо. Вот, Владыке, спасибо. От нашей передачи, от телеканала «Союз». Спасибо, батюшка, большое. Вот. Идем дальше. Ну, вот, значит, два диска. Множество концертов, перелетов, трудностей. Семьи ваши унывают. Понимающие относятся к всему. И уныние – это самый страшный грех, батюшка. Без отцов, без сыновей, без внуков. Все, слава Богу. Мы всегда на связи с женами, с детками. По WhatsApp. Да, по WhatsApp, по Skype, по WhatsApp, по FaceTime. Есть такая даже песня сейчас. Да. Все, все мессенджеры задействованы. Нет, всеми у нас с пониманием относятся и поддерживают нашу идею. Поддерживают то, что мы не только концерты за гонорар даем, мы еще и благотворительные концерты даем. Это тоже большая часть нашего творчества. И мы не кривя душой можем сказать, что приносит нам это удовольствие. Радость большую. Когда наше творчество дает какую-то возможность людям что-то сделать. И вообще то, чем мы занимаемся, многие говорят, работа, работа. Но мы это не считаем работой. Это просто образ жизни. Это часть нашего восприятия отношения к миру и к себе. Мне кажется, что ларго – это уникальное явление в современном мире и в православном мире. Вот это такой, можно сказать, феномен. Когда люди взяли и себя посвятили этому. Ведь людей очень много чего держат. Вот я не просто спросил о семьях. Жена может затачиться и скажет, вот мы дети, сиди, давай снабжай их. И все. Нам повезло с женами. Они мудрые. И, кстати, наши жены... Давайте поклонам. Наши жены у нас, с Владом, жены Натальи Анатольевны. Обе. Вот так случилось. И обе артисты. И обе артисты. И они поют, они любят петь, профессионально занимаются своей деятельностью. А кто, кое-кто вас холостякует, да, до сих пор? Два года прошло, не так же. Ничего не изменилось. Мы же хотим как раз сейчас... Всю страну объездил. Рекламный. Мало ездить, надо больше ездить. Друг все. Всю страну объездил. Всю-то я вселенную. Да, это потрясающе холостяк. Это про Сашу. Идея Милая не нашел. Но это пока. Но мы надеемся, конечно, что встретится с Сашей. Может быть, даже Наталья Анатольевна. Может быть, надо найти Наталью Анатольевну. Наталья Анатольевна. Так, следующая передача. В этом секрет успеха группы Ларго. Наталья Анатольевна. Так что, Наталья Анатольевна, пишите. Будем рассматривать. Да, ну это правда юмор, но в любом случае мы будем рады за нашего брата, когда он обретет семью. Анатольевна еще, к тому же. Конечно. Все в этом визе так связано, интересно. А дочки нет, Натальи? Нет. Дочь у меня любовь. Любовь? Да, не замужем тоже. Может, познакомитесь? Просто хочется пообщаться по-человечески. У меня бывает так, что пишу передачу, а человек настолько официальный. Он уже заготовил все тексты, ответы. И мне приходится его расшевеливать потихонечку. Чуть-чуть провоцировать, чуть-чуть так, чтобы совсем он не выпал из седла своего. Вот, чтобы хоть как-то оживилось. Ну и может, наша передача, она и как раз тема, она и хороша, что у нас непосредственно неформальное общение, и поэтому люди смотрят. Душевное. Да. Нам очень приятно находиться в вашей компании. Батюшка, ну мы вообще стараемся даже на концертах сделать так, чтобы зал зрительный почувствовал себя одной большой семьей. Да. Дружной, крепкой, счастливой. И чтобы вот это единение душа, оно перелилось каждому человеку. Да, чтобы не было этой рампы, вот это... А четвертая стена, ее надо убирать моментально, потому что она мешает жить. Найти на контакт, вперед надо идти к зрителям. И сейчас в нашем мире не хватает личного контакта, общения не хватает. Поэтому, наверное, наше творчество людям близко. Индидаристов очень много. Вот все хотят, чтобы их все слушали и знали, а сами глубоко эгоистичны. И человек просто поет, можно сказать, в пустоту. Самолюбованием занимается. Один случай был, вот у нас женщина на концерт пришла, посидела, после концерта подошла к нам, говорит, вы знаете, мы, женщины, такие удивительные существа, у нас постоянно в голове мухи. Что бы мы ни делали, у нас мухи. Мы думаем о семье, о работе, об утюге, о посуде. А тут я послушала концерт, я полностью отключилась. Я не думала ни о чем, я только слушала творчество вашего коллектива. Это вот, наверное, очень дорогой комплимент от женщины. Это будет называться эффект ларго. Новый слоган. Если вы захотите ощутить эффект ларго, приходите в наши концерты. Только на наших концертах вы можете отключиться от бытовых проблем. От мух в голове. Избавляем от мух в голове. Хоть не от тараканов. Здорово, правда, батюшка. И у вас в передаче действительно чувствуешь себя как дома. Вот такая же непосредственная семейная обстановка. Слава Богу. Господь дает пока. Не знаю, сколько я еще потянул. Сколько вы передачи уже записали? Не считали? Не считал. Ну, в общем, семь лет. Семь лет. Каждую неделю новая передача. Много. Очень много. Математику не будем включать. Много. Дай вам Бог здоровья. Благодарю. Еще вот занимаюсь намыванием. Золотые прииски у меня. Руду перемываю. Еще золотые такие слитки. Один из них это ансамбль Ларго. Спасибо, Господи. Спасибо, Господи. Очень приятно. Очень приятно. Приятно вас допеть. И желаю вам, конечно, роста. И духовного, и профессионального. И очень важно быть востребованным. Когда ты знаешь, что ты нужен, это такое. У меня были жизненные моменты, когда я был никому не нужен. В общем, были такие моменты. Тебя забывают и все. Мгновенно все ускакивают. Батюшка, у нас тоже были такие жизненные моменты. Да, неделю не поступайте где-нибудь, засядьте где-нибудь. И все. И про Ларго. Ну, там. Господь смиряет. Будет натыкаться на ваши клипы. И все. Но вы должны быть, ну, на коне. Разные моменты были в жизни, но мы всегда говорим, слава Богу за все. И все проходит. Легче становится. Так же и людям мы всегда желаем, чтобы они говорили, слава Богу за все. Так легче жить. Я пою, значит, я живу. Я живу, значит, я пою. Таким вот связанным можно. Если человек поет, значит, он жив. Потому что песни – это что-то, нечто другое. Это такое состояние совсем с реальностью. Это поднятие над реальностью и какие-то духовные сферы. Ну, время неумолимо подходит к концу передачи. Жалко с вами прощаться. Хотелось бы еще пообщаться. Ну, такие условия. Какой бы вы песней захотели закончить передачу? Когда мы взяли в свой репертуар эту песню, она вообще сербская, вера вечна, вера славна, наша вера православна. Мы захотели сделать ее более русской, чтобы русская душа звучала из этой песни. Поменяли немножечко инструменты, поменяли немножечко аранжировку, и получился такой духовный гимн. Когда мы исполняем эту песню на концертах, люди поднимаются. Для нас это самая большая оценка, самая нужная, наверное. Но у нас тоже была заключительная, да, получается? Да. Ну, споете, да? Да. Вера вечна, вера славна. Наша вера православна. Вера в Боге просиявших, святых князей предков наших. Вера вечна, вера славна. Наша вера православна. Вера простых, вера славна. Вера наша благодатна. Вера вечна, вера славна. Наша вера православна. Вера вечна, вера славна. Наша вера православна. В ней душа стремится к свету. Лучше этой веры нету. Вера вечна, вера славна. Наша вера православна. Вера вечна, вера славна. Наша вера православна. Народ русский просветила, Святой Русью окрестила. Вера вечна, вера славна. Наша вера православна. Вера вечна, вера славна. Вера вечна, вера славна. Наша вера православна. Вера истинная, вера славна. Вера истинная, вера православна. Наша вера православна. Субтитры создавал DimaTorzok Дорогие мои, к сожалению, наша передача подошла к концу. С нами был коллектив «Ларга», город Краснодар. Ребята, спасибо. Божьей вам помощи. И до скорых встреч. Спасибо большое. Будем ждать новых встреч. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok